Преображенский суд Москвы доставили мать шестилетнего мальчика, который всю ночь бродил по лесу с мешком на голове и связанными руками. Следователи не поверили оправданием Надежды Куликовой и возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Какие новые подробности о шокирующей истории прозвучали на заседании, знает Андрей Ивлев. Словно смущаясь телекамера, она робко проходит в зал. В Преображенский суд 33-летнюю Надежду Куликову доставили под конвоем. Женщину не стали заводить в так называемый аквариум, а поместили на скамье рядом с обычными слушателями. Надежда, вы можете что-то сказать по поводу того, что произошло, и своему ребенку что-то можете сказать? Надежда ничего не ответила. Не общаться с прессой, по всей видимости, женщину попросила ее адвокат. Как чувствует себя ваш сын сейчас, вы знаете? Надежду Куликову задержали по подозрению в покушении на убийство собственного сына. Как следует из материалов, женщина поздно вечером привезла своего 6-летнего ребенка в столичный парк Лосиный остров, оставила одного и уехала. Малыша обнаружили водителя на востоке Москвы. Они же сняли эти кадры. Ребенок получил сильное переохлаждение. Он пробыл на холоде почти 13 часов. Замерзший, растерянный мальчик объяснял, что в лесу его бросила мама в качестве наказания, якобы надев на голову мешок и обмотав скотчем. Он жив-здоров, по крайней мере? Да, все хорошо. Все хорошо, да? Да. А пакет на голове у него был, информация появилась? Я не знаю, мы здесь стоим, заказцы. Мама ребенка с заявлением в полицию обратилась только утром. Сообщила, что заехала с сыном в столичный парк Лосиный остров. Там малыш якобы убежал. Кто не договаривает, этот вопрос завел следователей в тупик. Позже появились улики. В ходе допроса сообщили следствию, что на ребенке находился мешок со скотчем, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия. Также в мешке была обнаружена детская варежка. Мальчик сейчас в больнице. Его состояние, по словам медиков, стабильное. Ситуацию контролирует аппарат уполномоченного предпрезидента России по правам ребенка. По словам детского амбуцемена, говорить о виновности матери пока рано. Нужно сейчас максимально быстро принять решение с участием специалистов откорректировать ту ситуацию психологическую, в которой он сейчас оказался. Как он маленький, в 6 лет, прошел в темноте. И сейчас сложно представить, если температура была ниже, хотя бы на 2 градуса, что сейчас бы с ним было? Что могло стать причиной такого поведения матери сейчас пытаются понять психологи. Они не исключают, что у женщины мог случиться нервный срыв после развода. В этом случае нужна психологическая экспертиза, а также незамедлительная помощь и матери, и ребенку. Психологи также не исключают, что ребенок, общаясь со взрослыми, мог что-то приукрасить и придумать. Как следует из материалов дела у малыша небольшие отклонения в развитии. Известно, что в воспитании мальчика принимала участие бабушка. Поговорить с ней журналистам не удалось. Скажите, обижали ребенка? Уж так кто ее? Обижали? Избрать меру пресечения Надежде Куликовой суд не смог. Следователи, просившие о заключении под стражу, неожиданно заявили, что им еще нужно время во всем разобраться. Из зала суда 33-летнюю Надежду Куликову увезли в изолятор временного содержания, куда она была доставлена сразу после задержания. В ближайшие трое суток следователям предстоит собрать некоторые детали этого преступления и понять, какая мера пресечения необходима подозреваемой и необходима ли. Андрей Ивлев, Юрий Марченко, Дмитрий Тимофеев, Халимат Кучмезова, Вести, дежурная часть.